Приветствую, меня зовут Сокол и сегодня у нас трейлер четвертого Тора, а также обзор бокс-офиса. Сообщение о том, что первый трейлер фильма Тор, Любовь и Гром выйдет 18 апреля, появилось еще неделю назад, наверное. Однако это была инсайдерская информация, достоверность которой была где-то 50 на 50. Подобных сообщений и до этого на просторах сети было полно. Однако трейлер все никак не выходил. Вот и в этот раз не верилось. Прикол в том, что Тор, Любовь и Гром побил рекорд самого короткого окна между выпуском первого трейлера и премьерой фильма в MCU. До сих пор рекорд принадлежал невероятному Халку, второму фильму MCU, первый тизер которого был выпущен всего за 93 дня до выхода фильма на экраны. Для сравнения, оригинальный трейлер первого фильма Мстители был выпущен за 280 дней до выхода фильма, что делает его обладателем самого большого маркетингового окна для фильма киновселенной Марвел на сегодняшний день. Думаю, трейлер четвертого Тора задерживали намеренно, чтобы не смещать зрительский фокус интереса с Доктора Стрэнджа в мультивселенной Безумие. Но все-таки тизер трейлер четвертого Тора увидел свет. Рекламная кампания стартовала. Марвеловцы представили и первый постер. Чувствуете? Чувствуете этот вайп старых рок-альбомов из 80-х? Этот привкус поп-арта? Космическая часть с киновселенной Марвел продолжает вдохновляться популярной культурой прошлых лет. Космический викинг возвращается на экраны, на этот раз в компании Стражей Галактики, которые тоже буквально утопают в похожей атмосфере любви к американским 80-м. Короткий ролик в полторы минуты снабжен музыкой Guns N' Roses Sweet Child O' Mine. Что также окунает в атмосферу этого ретро-вайба. Вначале мы видим Тора, пацана, затем подростка, который одет в классический костюм Тора из комиксов, а затем и повзрослевшего Тора, в костюме примерно относящемся где-то к первому фильму о нем. Сам же трейлер представляет собой сопровождаемую закадровой беседой Тора и Питера Квилла нарезку из различных сцен, в которых умудряются впихнуть разных интересных кадров, но все же ничего глобального толком не показывают. За исключением разве что Джейн Фостер в исполнении Натали Портман, которую уговорил вернуться во франшизу лично Тайка Вайтити. Она появляется в финале тизера в образе Леди Тора, либо Могучего Тора. Ей в руки прилетает Мьёльнир, который явно был разбит и выкован снова, что отсылает нас к предыдущему фильму, где молот разрушила Хелла, сестра Тора. Является ли этот Мьёльнир тем же молотком, сказать сложно. Появление Натали Портман это самое яркое, что было представлено в ролике. О сюжете четвертого Тора пока ничего толком не известно. Фильм является продолжением событий Мстителей Финал. Если судить по трейлеру, Тор путешествует со Стражами Галактики, в то время как Валькирия в исполнении Тессы Томпсон руководит Новым Асгардом, который, по сообщениям, стал прекрасным туристическим местом, и это видно по некоторым кадрам. Тор открывает божественный супергеройский спортзал, где приводит себя в порядок и тусуется со Стражами, участвуя в каких-то приключениях. Скорее всего, фильм, так же как и другие последние ленты Марвел, будет связан с путешествиями между вселенными. Это, конечно, мое предположение. И, скорее всего, тут мельком показаны разные версии Торов. Но это, опять же, не точно. Лишь мои предположения. Но было бы неплохо, если бы фильм использовал персонажа, демонстрируя версии Торов, которых ему повезло с любимой. Может быть, на этом и строится лента. Во всяком случае, мы можем увидеть в одном отрывке тизера, как счастливый Тор кого-то целует, как в другом костюме, отороченным мехом, он где-то ходит и грустит, а в кадрах со Стражами Галактики он надет, ну, в стиле 80-ок, так скажем. Может быть, все это какие-то альтернативные версии Тора. Черт его знает. Во время объявления фильма в июле 2019 года Файги сказал, что в картине будет присутствовать много элементов из комикса «Могучий Тор». И что сюжетная линия Фостер, ставшей «Могучим Тором», будет важной частью этой картины. Вайтити обещал какой-то совершенно безумный фильм. Он также сказал, что первая версия сценария была очень перегружена, пришлось даже ее облегчать. Он хотел сделать фильм таким образом, как если бы, цитата, «десятилетние дети говорили нам, что должно быть в фильме, и мы соглашались со всем этим». В картине также принимает участие Кристиан Бэйл, который играет персонажа Гора, убийцу богов. Его недавно показали на упаковке линейки игрушек Marvel Legends. А также есть фотографии со съемок. Но в тизере ему места не нашлось. Еще Мэтт Дэймон заявлял о своем участии в картине. Наверняка его вновь добавят ради прикола. В трейлере со спины показали явно кого-то напоминающего Зевса с его молнией. Новость о том, что Рассел Кроу сыграет Зевса, была еще в апреле прошлого года. Возможно, это он. Ну, это все, что я могу пока сказать о фильме «Тор. Любовь и гром» и о его тизере. Он мне понравился. Прикольный такой атмосферный трейлер, который, по большому счету, ничего толком, конечно, не показал. Но я, конечно, с удовольствием гляну покадровый разбор от блогеров, которые на этом специализируются. Вдруг там что-то такое, чего я просто не понял, но от чего у некоторых случился настоящий просто нерд-газм. Кстати, там еще вышел трейлер новой части мульт Альманаха «Любовь, смерть и роботы». Ну, вот он, по факту, вообще ни черта не показал, если сравнивать с тизером «Тор. Любовь и гром». Netflix будто бы просто похвастались тем, какие они крутые, заодно напомнив про свой Альманах. В общем-то, вся суть ролика. Во второй части этого видео займемся обзором бокс-офиса, как американского, так и международного. В этот уикенд лидером по кассовым сборам в США ожидаемо стал фэнтезийный блокбастер «Фантастические твари 3», который заработал за свою дебютную трехдневку 43 миллиона долларов. Результат крайне слабый на самом деле, худший во всей франшизе. Критики продолжают выпускать негативные рецензии по поводу фильма. На Rotten Tomatoes процент положительных рецензий упал ниже 50%. В общем, все плохо у новых тварей. Второй «Соник», к примеру, на прошлой дебютной неделе для него вышел с показателем, который превосходит заработанную тварями дебютную сумму практически двукратно. И на текущей неделе «Соник 2» забирает себе в копилку почти столько же, как и твари, ну на 10 лямов меньше, 30 миллионов с пятницы по воскресенье. Падение сборов для «Соника» составило лишь 58%. При этом у ленты с Джимом Керри производственный бюджет 90 миллионов, тогда как у Тайн Дамблдора колоссальные 200 миллионов. Студии Warner Bros. точно придется поломать голову, прежде чем начать снимать четвертую часть. Если она, конечно, состоится и не будет отменена в принципе. Плохо и Морбиус, конечно, отметившийся в свой третий уикенд всего, ну, без малого пятью миллионами долларов. Общие сборы Морбиуса в Штатах достигли 65 миллионов долларов. Обвалы продолжают происходить. Если в начале апреля казалось, что как-нибудь кинокомикс отобьется, несмотря на полный разгром от критиков, то вот сейчас кажется, что все гораздо сложнее и хуже, и печальнее. Бюджет 75-80 миллионов. По миру на данный момент собрано около 140. И тут стоит учитывать также затраты на маркетинг, которые серьезно завышены по причине нескольких переносов. Мировые кассовые сборы Бэтмена на этой неделе пересекли отметку в 750 миллионов долларов. В Штатах сборы составили 365 миллионов, что только в плюс для Warner Bros., которая получает на домашней территории процент выше, чем в условном Китае, где блокбастер себя проявил ну очень плохо. Бэтмен вышел на стриминге, так что его уже можно посмотреть в хорошем качестве, ну а я готовлю как минимум два ролика, посвященные этому супергерою в черном плаще. Фантастические твари в мировой прокат вышли на неделю раньше. И, конечно, заняли первое место в мировом прокате. И на этой неделе они снова на первом месте, заработав почти 72 миллиона и увеличив зарубежную кассу картины до 150 миллионов долларов. В пятерку стран по сборам в настоящий момент входят Германия, Япония, Великобритания, Китай и Австралия. В лидеры в международном прокате также вышли два индийских боевика. Индийский экшен KGF Chapter 2 заработал в домашнем прокате 58 миллионов за стартовый уикенд. Между прочим, больше тварей у себя дома. Мировые сборы проекта при этом составили порядка 71 миллионов долларов. Еще один боевик из Индии, Beast, собрал 17 миллионов на родине и 26 миллионов по всему миру. Думаю, теперь надо будет следить за Болливудом, так как в скором времени, скорее всего, российские кинотеатры переориентируются на этот контент. Какой там Доктор Стрэндж? Болливуд наше все. Проект Sonic 2 в кино продолжил набирать обороты, заработав еще 25 миллионов по миру на 54 рынках. Теперь его зарубежная касса составляет 112 миллионов. Приключическая комедия «Затерянный город» собрала 10 миллионов, увеличив зарубежную кассу до 20 миллионов долларов. Я как-то совсем обошел этот проект стороной, хотя у комедии с Ченнингом Татумом и Сандрой Буллок неплохие отзывы критиков. Думаю, надо будет сделать обзор, нырнув в пиратские моря. Как вы считаете? Напишите в комментариях, если интересно. Еще надо будет глянуть мульт «Плохие парни» от Dream Wars, который в международном прокате уже идет, а в американском только выйдет на этой неделе. Но на этом все. Вот такой вот небольшой краткий обзор бокс-офиса. Какой фильм где и сколько в мире заработал, но, конечно, не в России. Я думаю, смысла российский прокат обозревать не имеет. Там какую неделю уже подряд мультфильм «Финик» на первых местах. Так что, если вдруг вам интересно, сходите, посмотрите на этот замечательный мультфильм. Не знаю, насколько он замечательный. Совершенно не представляю ничего о его качестве. Расскажите, кто смотрел, как вам этот мультфильм. Ну, а с вами был Сокол. Рассказывал вам о трейлере «Тор. Любовь и гром». А также делился новостями о международном прокате и американском прокате, где царствуют блокбастеры. Ну и подписывайтесь на мой Телеграм. Подписывайтесь на Телеграм с новостями о кино. Вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на этот канал. Подписывайтесь на мой другой канал. А также «Яндекс.Дзен» еще там есть в описании. Пока я туда еще толком ничего не заливаю. Но вот-вот соберусь. Ладно. Пока. И берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова